Всем привет, с вами Злой Элвис, и сейчас я вам покажу простую, но эффектную новогоднюю самоделку. Я сделаю голографическую звёздочку на новогоднюю ёлку, без всякого использования микроконтроллеров и адресных светодиодов. Нам понадобится только мотор и четыре самых обычных светодиода. Единственную деталь корпуса можно сделать из чего угодно, я же сделаю её на 3D принтере. Ну давай действу, я не знаю. Проектирование я начал с построения обычной пятиконечной звезды. Она нам нужна лишь для разметки. На противоположных гранях лучей создаю две полосы. Теперь звезду можно удалить, остаются полосы и цилиндр. Соединяю их между собой и делаю прорези, чтобы получились желоба. На цилиндре по краям делаю полуотверстия, пять штук, по числу лучей звезды. По центру делаю отверстия, сюда будет вставляться вал мотора. Видите небольшой круг в отверстии? Это центр массы детали. При проектировании я старался, чтобы он находился ровно в центре отверстия для вала мотора. И тогда при вращении на нём деталь не будет вибрировать. При изменении длины луча центр массы, естественно, смещается. Деталь готова. Кидаем её в программу слайсер, а затем отправляем на печать. Детально печатано. Теперь займёмся светодиодами. К каждому нужно припаять провода. Теперь размещаем светодиоды на распечатанные детали. Закрепить их можно скотчем, либо же термоклеем. Соединять светодиоды можно по-разному, в зависимости от подключаемого напряжения. Я буду подавать около 10 вольт и соединю светодиоды последовательно. Теперь необходимо вкрутить в полуотверстия болты М3. Они будут играть роль контактов. Именно с помощью них и будут переключаться светодиоды. Все пять болтов нужно соединить одним проводом. Его я подключу к плюсовому контакту светодиодов. Минусовой провод светодиодов вставляю в отверстие и одеваю детально мотор, прижимая провод. Теперь, подавая минус на корпус мотора, он будет поступать на минус светодиодов. Припаиваю к мотору провод и заматываю его изолентой. Примотаю к нему контакт. Примотаю к нему контакт, сделанный из обычной канцелярской скрепки. Изоляция на двигателе нужна для того, чтобы плюсовой контакт скрепки не замыкался с минусовым контактом двигателя. А теперь давайте выключим свет и посмотрим, как оно работает. Ну нахер. Ставь лайк, подпишись на канал. Вообще, я показываю лишь принцип работы. Не имеющий аналогов в мире. Само изделие можно улучшить, сделав нормальные скрепки, как в мультиметре. Увеличить количество светодиодов в лучах, например, вставив светодиодную ленту. Сейчас я попробую залить жёлоб термоклеем, чтобы тот рассеивал свет посредине луча. Кстати, если не совсем понятно, как формируется звезда... Большая анимация для вас. Термоклей плохо рассеивает свет. Лучше всё же увеличить количество светодиодов. Кстати, их можно сделать любых цветов, формируя градиент. Что-то типа этого. Вот такая хрень получилась. Не судите строго. Если вам понравилось видео, вы знаете, что делать. И напоследок... Да, 2020 год показал всю хрупкость нашего мироустройства. Поэтому ловите установку на следующий год. Быть сильными, богатыми, здоровыми, успешными и красивыми. Благодарю за просмотр. С вами был Злой Элвис. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok